16 сентября 2010 года Федеральная антимонопольная служба совместно с Департаментом экономической безопасности МВД России и Генеральной прокуратурой России начала внезапную проверку трёх предприятий крупнейших поставщиков гречки. Цель проверки – выявление фактов нарушения антимонопольного законодательства, в первую очередь фактов ценового сговора. Пользуясь полномочиями, которые предоставлены Федеральной антимонопольной службе законом о защите конкуренции, в ходе проверки проводилась процедура осмотра территорий, помещений, предметов проверяемого лица. В данной процедуре принимали участие сотрудники антимонопольных органов, проводившие проверку, понятые представители проверяемого лица. В ходе процедуры осмотра сотрудники антимонопольных органов осматривали компьютеры, принадлежащие проверяемым организациям, и документы, находящиеся в помещениях, которые подвергались проверке. Те документы и информация, которые заинтересовали Федеральную антимонопольную службу в ходе процедуры осмотра, копировались и затем приобщались к протоколу осмотра. Документы и информация, полученные антимонопольным органом в ходе проверки, заверялась печатью и подписью руководителя организации или его уполномоченного представителя. Электронная информация, находившаяся на компьютерах проверяемых организаций, в ходе процедуры осмотра копировалась с использованием специальных технических средств, соответствующим образом сертифицированных. Присутствие понятых и представителей проверяемой организации опечатывалось и приобщалось к протоколу осмотра. По окончанию осмотра помещений территорий предметов проверяемого лица составлялся протокол, который подписывали все сотрудники антимонопольного органа, участвовавшие в проверке. Понятые И представители проверяемой организации. Все документы, электронные доказательства и иная информация, полученная в ходе процедуры осмотра, приобщались к протоколу. Полученные в ходе проверки документы и информация будут проанализированы. В течение месяца антимонопольный орган обязан составить акт по результатам проверки. В акте будет указано, выявлены в ходе проверки, признаки нарушения антимонопольного законодательства. До констатации факта о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган не считает возможным озвучивать названия юридических лиц, которые подверглись проверке.